Продолжение следует... С вами изучаем ЦПТ-преобразования, относящиеся к комплексному скалярному пользу У нас были получены явные выражения для операторного поля Они выключают в себя практически две полевых перемены Фи и репрест, которые фи не равняются Все это была сумма по всевозможным импульсам От нормировочной множити, которая у нас выглядела таким вот образом А дальше выходим обычным множителем Оператором рождения частицы с импульсом В На том месте, где в скалярном вещественном поле стояла сопряженная величина Здесь стоит оператор вождения античастицы Ну и, соответственно, сопряженная величина Ультамалитичная сумма Тот же самый надговорочный множитель И все будет сопряженное Оператор уничтожения превратится в оператор рождения В экспоненте поменяется знак Оператор рождения частицы превратится в оператор уничтожения частицы И здесь тоже поменяется знак Я вам помню, что Энергию Пределяется таким выражением А в ВНХ есть Выражение, в котором входит в произведение энергии нагрейда Минус пространственный импульс на радиосверках Мы в прошлый раз успели обсудить с вами цепь преобразования Цепь преобразования По определению понималось такое преобразование, при котором частицы превращаются в античастицы В частности В частности Ну и То есть Ее можно, например, отправить на оператора Значит Оператор уничтожения частицы превращается в оператор уничтожения античастицы И наоборот Ну и оператор, соответственно, рождения Да Да Это и есть определение И мы отчего выверили, что В таком преобразовании Оператор уничтожения Оператор уничтожения Переходит в оператор Цепь преобразованный И Этот оператор Есть просто Эрмитовски собряженный В предыдущем Больше ничего Это все мы успели получить В прошлый раз Да А теперь Мы начали, но не успели Закончить Рассмотрение П Преобразования Оно связано с таким Преобразованием При котором Т Не меняется А Вальнюс вектор Меняет знак Причем меняет знак Все три компоненты Это принципиальный Важности момент Потому что Ну Когда меняют знак Скажем Две Томмоненты То это можно Свести к повороту Вокруг Третий Скажем При изменении знака Икс и Игрик оси Все это может быть Сведено к повороту Вокруг оси З На 180 градусов При этом Икс и Игрик оси Как раз меняют свое направление А вот отражение Трех оси Есть отдельная операция Которая никак не может быть Получена С помощью Каких-либо поворотов Ну и Соответствующий Определитель Этого Линейного преобразования Тоже будет Отрицательный В отличии от всех Определителей Обычного Преобразования Варенса Или преобразования Вращения Что при этом Должно произойти Давайте посмотрим При этом Наш оператор ФИ Переходит А Да Он Я напишу Подробнее Есть Операция В зависимости от Времени И от координат В Газенгардском Представлении Которое мы Сейчас исповедуем И Времени Времени А Должен Перейти Он П Преобразованный Оператор П Преобразованный Оператор Отличается От исходного Оператора Тем Времени Времени При Времени Отно Подробнее Отно П И Времени 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 Отно От тех же самых Что исходные величины Вот тут есть тонкий момент На который я хочу специально обратить внимание Что Что такое Двойное применение операции П Это значит мы Вернемся к исходному положению По отношению К функции столярной Это очень простое и четкое выражение Значит мы вернемся в исходную точку И значит вернемся к исходному выражению Это означает что Вот эта величина Исходное выражение было Вот эта величина должна равняться единицы Отсюда у нас получается пол Общего движения в данных новостях Может быть тут плюс или минус единицы Вот Если есть такая возможность То нужно эти возможности классифицировать Обычно Когда Преобразование происходит в данном плюс Называешь такое поле скалярное Когда преобразование происходит в данном минусе Называют такое поле Псевдоскалярное И это В определенном смысле есть Вещь присущая данному полю Про нее говорят как про внутреннюю четность Соответствующих квантов поля То есть соответствующих частиц Про такую штуку практически ничего не говорили При обсуждении Волновых функций в квантовой механике Не говорили по той причине Что В квантовой механике Не было исчезновения частиц В уравнении Шрёнингера Есть закон сохранения числа частиц Если у вас есть электрон И квадрат его волновой функции Нормирован на единицу В какой-то момент времени То само уравнение Шрёнингера Гарантирует нам Что во все последующие моменты времени Нормировка сохранится Частица не исчезнет Поэтому если у нее есть какая-то Немного нечетность Плюс или минус Это ни на что не влияет Частица была в начале реакции Частица была в конце реакции Вместе со своей внутренней четкостью Теперь мы вступаем в новую область Это новая область Это квантовая теория поля Которая наоборот Самым ярким отличием от квантовой механики Является возможность исчезновения И возникновения частиц И фактически это есть Некое новое квантовое число Внутренняя четкость Исследования экспериментальные Должны подтвердить Эти квантовые числа И сохраняющиеся или нет И эксперимент показывает Что в электромагнитных И сильных взаимодействиях Эта штука сохраняется А значит Она является достаточно важной И интересной На нее нужно специально Обращать внимание Что при этом происходит с операторами Давайте посмотрим Значит Закон преобразования Мы возьмем Тогда Вот в этот специальный номер Мы строим Другим Прямо заманим Как все это будет выглядеть? Ну очень просто Нам просто придется расписать Конкретно Вот это множение И в согласии С правой частью Науке стоял Плюс P Поставить минус P Это P Обращаюсь к вашему мнению Что Эти Зависит только от модуля Поэтому этот множитель Не изменится А вот вообще Извините Пока не касается Мы же изменяем только Эм Эспондента Минус P В этом месте Я изменил Как и получается Знак R Ну и соответственно В этом случае Будет то же самое Хорошо Ну а чтобы Попробовать найти соответствие Между этой функцией И вот этими функциями Которые у нас Да? Мы должны Аргумент и экспонент Сделать Одинаковыми У этих функций Есть нормальный Литимический Инвариант А здесь Нечто неправильное Теперь вспомним Что на самом деле У нас по всем П происходит Суммирование Или интегрирование Если мы перейдем К совсем бесконечному Объему Да? Можно проводить Суммирование По П А можно проводить Суммирование Например По П штриху Проролняется Минус П Поскольку и П И П штрих Пробегают Один и тот же ряд Значений Сумма не изменится Давайте будем Проводить Суммирование По П штриху Так? Тогда я всюду Вместо П Должен буду Подставить Минус П штриху А здесь Это не повлияет А здесь Это будет существенно Другое Здесь будет Минус П штрих Здесь будет Минус П штрих Здесь Я могу тоже Писать Как П Как П штрих Ну давай Клебим Для Явно В зависимости От П штрих Напишу Ну и самое Кольки В этом месте Здесь возникнет Минус И будет П штрих Стоять Здесь возникнет А здесь возникнет П штрих И ничего Которого Не сменится Здесь возникнет Минус Посмотрим на эту Сумму По П штрих Так? Если Собоснаюсь с тем Что у нас Здесь есть То видно Что это Собладается Суммой По П А поскольку П и П штрих Пробегают Одинаковый ряд Значений То мы Спокойным образом Можем взять Все Эффициент Эффициент При такой Эффициенте И Проравляем Эффициент При совершенно Аналогичной Эффициенте Здесь И тогда мы Получим Такое Соответствие Что у нас Произошло У нас Там Где раньше Был Абернатор А Б Он заменится На ДТ Б А А Б Что в общем Отвечает Существу Дело Да При отражении Простановочных Осей Частица Остается Частицей А импульс Его меняет Знак Аналогично Будет Тверждение Про Б Если бы я Смотрел Преоназвание Не Фи А Фи С Христом То я получил бы Относительно Убеждение Про Крещён На величине То есть А с крестом От П Переходит Это Б На А с крестом От минус П Б Без креста От П Переходит Это П На Б Без креста От минус П Я вот Это так Шаккино Выписал Для того Чтобы обратить Ваше внимание На Фактически Тривиальное Отверждение Но оно должно Быть сформулировано В явном виде И оно Потом нам В дальнейшем Понадобится Как Преобразуются Операторы Частиц И операторы Античастиц Для Комплексного Скалярного Поля Видно Что Их закон Преобразования Совершенно Одинаковый А Преобразуется Так Б Точно Так же А крест Преобразуется Вот так Докрест Преобразуется Прочно Так же Отчего Можно сделать Важный Физический Выгод Что Внутренние Четности Частиц И Античастиц В случае Комплексного Скалярного Поля Одинаково На первый взгляд Это кажется Тривиальным Но когда мы Столкнемся В том С тем Обстоятельством Что для Спинорных Частиц Дираковского Поля Это не так Внутренние Четности Частиц Электроны И позитроны Прямо Противоположны То это Заставит Нас Вспомнить Сформулированное Здесь Утверждение И В дальнейшем При учете Разнообразных Реакций Это придется Учитывать Ну хорошо Это мы все Получили Теперь Нам бы Нужно Переходить К следующему Предразованию Цель Предразования Но прежде Чем Это Делать 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 Продолжаем. Продолжаем. Преобразование Лоренца, как известно, в общем виде сводится к следующему линейному преобразованию. Продолжаем. Продолжаем. Преобразование должно быть такое, чтобы при таком преобразовании утверждение о том, что квадрат вектор является Лоренцем, должно быть так, что эта вещь равняется штрихологой величины. То есть матрица Лоренца должно быть объявляет обычным требованиям, которые вытекают из сохранения четырехмерного квадрата. Как при таких преобразованиях преобразуется само поле? По определению скалярное поле не должно меняться. А что это означает? Что преобразованная функция преобразованной точки совпадает с непреобразованной функцией старой точки. То есть при таком преобразовании фи от х, если оно переходит в фи Лоренцем преобразованы, то оно ничем не должно отличаться от фи, но только в старой точке. А старая точка, если я это запишу в виде матричного, да, х штрих равняется лямбда х, опуская, так сказать, индексы, то это будет у нас х через х штрих выражается в форме обратного преобразования. Преобразованная функция в новой точке совпадает с непреобразованной функцией в старой точке. Вот утверждение, которое фактически является, в определенном смысле, определением того, что такое скалярное поле. Никаких коэффициентов здесь не должно быть. Ну и можно проверить следующую вещь, что в силу вот этого свойства, определитель матрицы лямбда не должен меняться при преобразовании. А чему он равен, можно узнать, например, при тождественном преобразовании. А при тождественном преобразовании здесь будет стоять матрица 4 на 4 с четырьмя единицами на диагонали. Какой определитель равняется единице. И он сохраняет это свойство при любых лоренцовских преобразованиях, непрерывно зависящих от каких параметров. Лоренцовские преобразования свойства к поворотам. Мы привыкли к тому, что поворот плоскости х и у это есть поворот на угол вокруг оси z. Да? Поворот плоскости zx, это поворот вокруг оси y. Но в четырехмерном пространстве есть 4 координаты t, x, y, z и 6 плоскостей. Поэтому в четырехмерном виде лучше говорить не поворот вокруг какой-то оси, а поворот в какой-то плоскости. Вот обычное трехмерное преобразование это три поворота в плоскости x, y, y, z, zx. Я уж не буду выписывать, но вы хорошо знаете, что это будут там синусы и косинусы углового поворота. Определитель такого преобразования, конечно, равен единице. А при преобразовании собственно лоренцовских, это будут преобразования плоскостей tx, tn, tz. Причем их можно трактовать на самом деле как поворотно-мнимый угол в этой плоскости. С тем, чтобы вместо обычного сохраняющегося произведения, ну, например, в x, y плоскости будет сохраняться сумма x квадрат плюс y квадрат. А вот при лоренцовском преобразовании в tx плоскости будет сохраняться лоренцовский вариант t квадрат минус x квадрат. Переход отсюда, а сюда, с математической точки зрения, можно трактовать, как... Здесь был некий поворот, скажем, на угол и фи, а здесь будет некий поворот на угол и фи. Тогда и возникает этот знак, знак минус сохраняется. Это все понятно, и поэтому я особенно подробно не буду в этом пробить. Ну, вот что является совершенно непривяным. А если я рассмотрю отражение. При отражении, мы уже писали, t переходит в плюс t, t переходит в минус t. А значит, наша матрица будет иметь вид 1, 1, 1, 1, минус 1, минус 1, минус 1. Время не меняется, все пространственные компоненты меняются. А при перифляции матрицы равен минус 1. Это совсем другой класс преобразований, чем обычное преобразование лоренца. Вот мы и увидели, что он действительно вполне отдельный. Волновая функция при этом таки может меняться. А теперь отдельно посмотрим на полное. Отражение координат и времени. Отражение координат и времени. То есть какое бы прогноз�ание, при котором и время меняются знаки. И все или координаты меняют знаки. Соответствующая матрица будет выглядеть. Все минус единицы по диагоналиоту, в остальном нули. и ее определитель в этом случае будет равняться плюс единице то есть получается, что отражение координата равно как отражение времени при отражении времени соответствующая лямбля матрица будет выглядеть так и ее определитель должен быть равняться минус единице и так имеются две большие разницы для тех преобразований у которых определитель минус единица они резко отличаются обычных преобразований у которых определитель плюс единица к какому классу отнести вот это преобразование на этот счет есть разнообразные математические ухищрения но общее утверждение сводится к тому, что с чисто математической точки зрения это должен быть один и тот же класс а более общей теории можно рассматривать не только обычное преобразование но преобразование в которых параметры были бы просто комплексные то есть гуляние в комплексной плоскости всех шести углов которые здесь фигурируют и тогда переходы связанных с этим выражением это некоторый комплексный поворот который приводит все-таки к определению поворот к определению равном плюс единицы все это сводится конечно же к той документации что для п и т полного отражения должно быть то же самое утверждение что и здесь а именно преобразование связанное с полным отражением камням и временем должно сводиться к просто к изменению знака без всяких дополнительностей вот это вот у нас как-то экскурс необходимый перед тем как мы начнем заниматься в Т-преобразовании давайте попробуем взглядеть с этой точки зрения подробнее в Т-преобразовании начать наверное нужно все-таки с квантовой механики уравнение уравнение шлёжного ниграя выглядит так и ДФС ОДФТ равняется А ПС В этих условиях гометриан есть скалярная венчина выглящая вот таким образом для свободных частиц которые мы сейчас рассматриваем это вообще будет чистый скаляр что произойдет если мы устроим отражение времени в правой части ничего не изменится аж останется то же самое ПС будет от другого аргумента так у левой части а вот у левой части произойдет следующее в числителе возникнет ПС от другого аргумента и никак не изменится а вот в знаменателе отражение времени приведет к дополнительному знаку минус и получается что новое уравнение для функции с отражением не совпадает с уравнением для функции без отражения времени даже для свободной частицы но с другой стороны если при переходе мы еще дополнительно возьмем не просто преобразование ФИ от Т и Э А перейдем к сопряженной величине то при взятии сопряжения это знак превратится в то же самое что было раньше так что для того чтобы даже в квантрой механике преобразование времени было корректным и было уравнение инвариантным относительно преобразования времени нужно одновременно с отражением использовать еще и переход к сопряженному все это приводит нас к следующей процедуре уже в теории 0 происходит одорожение замерения акунусы ФИ извините наша кунуция будет ФИ оператор от Т и Т превращается функцию Т отраженную если я в ней пишу аргументы Т и Т то что мы должны писать справа мы должны выбрать функцию от отраженного объявления неизменных координат да согласно предыдущему это должно сопровождаться еще и взятием перехода к ритусе собряженному оператору при этом вообще говоря можно возникнуть некоторая фаза вот такая вот картинка ну и конечно это Т если мы два раза применим операцию мы вернемся к тому же самому это Т должен будет равняться плюс-минус единицей но очень интересно как это Т связано со своим родственником это П для этого давайте дополнительную к тому что уже есть устроим еще Ц и П преобразования да так помимо Т устроим еще П или С преобразования так этот множитель мы обязаны сухом теперь как только я делаю П преобразования то я должен воспользоваться вот этим вот выражением в котором пойдут величины сопряженные но это П у нас вещественное поэтому на ней это не скажется значит здесь вы скажите множитель это П возникнет Фи значит это мы устроили Т и П преобразования а нет извините это у нас будет Фи крещеное от минус Т и минус Т а еще над всем этим нужно дополнительно поиздеваться и устроить ему цель преобразования я выполнил стартуя это выражение я выполнил В преобразование согласно известным формам устроим еще дополнительное цель преобразования оно известно как действует цель преобразования просто превращая функцию в сопряженную не изменяя знака не изменяя координаты вот это нам даст это Т это П Фи уже не крещенные а минус Т и минус Т получилось так что когда я устрою все этот контекст преобразования я просто перейду от Х к минус Х то есть это будет эффективно полному отражению но при полном отражении часть Х ничто вообще не должно меняться кому мы с вами не уверены так что в этом смысле у нас должно сохраниться Фи вот просто или просто код Х да от Х или от минус Х в тюрьму точнее когда все это сделал все это приводит к тому что это может быть произведено если это произведение равняется единице значит получается связь не просто этап равняется плюс минус единице что можно было бы получить из двойного применения операции Т а еще дополнительно что произведение этап на этап равняется единице значит это дополнительно еще связано с таким вот множителем вот получилась полная конструкция всевозможных преобразований все это вещь достаточно новая которая я еще раз повторю не была зафиксирована для или на что не обращалось внимания в рамках обычной квантовой механики по тем причинам по которым я говорил да с этой точки зрения очень полезно попробовать самому поупражняться я поэтому попрошу вас дома попробуйте сами посмотреть как выглядели СПФД преобразование для электромагнитного упора и на следующем занятии мы начнем с того что я вам попрошу кого-нибудь где-то вас постепенно сказать что такое будет П что такое Т что такое С преобразование для электромагнитного упора если где-то будет нарушаться обычная пространственная четность то непременно должно происходить и нарушение временной четности и это действительно было обнаружено экспериментально в процессах слабых распадов в процессе что-что 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 Вообще говоря, когда мы будем заниматься слабыми взаимодействиями, надо будет допускать такие лагранжианы, такие гамильтанианы, в которых П и Т могут не сохраняться, но ЦПТ в отношении полного призывания, такой лагранжиан, гамильтанианы, смущение должно быть тем не менее инвариантным. По крайней мере, теперешний эксперимент это требует. Продолжение следует... 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 Теперь давайте... После того, как мы подробно обсудили действительное скалярное поле, очень подробно смотрели... Причем нашли при обсуждении... Причем нашли при обсуждении действительного скалярного поля, много величин, напоминающих процедуру контования электромагнитного поля. Только электромагнитное поле было привычно, но сложно. Действительно, скалярное поле очень простое, но непривычное. А схема действий и там и там была буквально одинаковой. Теперь мы рассмотрели очень подробно комплексное скалярное поле. Давайте перейдем к другому комплексному полю, но и скалярному спинорному. Оно описывает электрон и его античастицу позитрон. Ну, основные элементы, связанные с сравнением Диракова, уже проходили и на семинарах, и, наверное, на квантовой механике. Проходили? Что? На квантовой механике даем. Да, ну, по-видимому, начнете в ближайшее время. С этой точки зрения, я просто сейчас отсуммирую необходимые формулы. Можно говорить? Да. Формулы, которые необходимы для дальнейшей работы, но с которыми мы уже частично знакомы. А прежде всего, речь пойдет про само уравнение Диракова, да? Я вам напомню, что уравнение Диракова, да? Мнемоническое правило сводилось к тому, что я беру классическое соотношение между четырех импульсом свободной частиницы с массой. Выписываю, что квадрат это в соотношении, квадрат это от четырех вектора вагняется в класс квадрату массы. И превращаю его в уравнение на поле вперед. Вы знаете, что достоинством большое в это уравнение является тот факт, что оно реликвидски ковариантно. Квадрат, входящий здесь оператор, есть четырех вектор, и уравнение входит квадрат, это от четырех вектора. А большим недостатком является тот факт, что в нем невозможна обычная интерпретация квадрата модуля волновой функции как плотность вероятности. Уравнение, которое удовлетворяется требованием и литийской квадратности, и близкого соответствия с уравнением Шрёдингера, является уравнением, в котором все операторы входят линейно. Время уходит линейно, а пространственные операторы входят практически. Время уходит линейно, а пространственные операторы входят практически. Если уравнение вещества, то уравнение вещества сохраняет тот факт, что не только время, но все остальные, не только вещества, но все остальные компоненты оператора P входят линейно. Но чтобы у нас сохранился релятивистский вид, какой-то релятивистский вариант не видит, в нем этот вектор налаживается на некоторые коэффициенты, образующие тоже 94 вектор. В каком смысле? Сейчас мы немножко подробно его соблагодарим. Вот так вот выпьет уравнение Геракха, и оно замечательно в том отношении, что все компоненты вещества P выступают равноправным образом. Сами матрицы Ганма, которые здесь фигурируют, должны уменьшить соотношением антикоммутации. Мы единичные матрицы. С другой стороны, такие соотношения антикоммутации нужны для того, чтобы уравнение Геракха естественным образом могло быть преобразованы к уравнению ДНК с правильным соотношением между энергией и ампульсом. Все это можно организовать только если матрицы Ганма наименьшим образом будут 4х4. И эти матрицы в стандартном представлении выглядят так. Единичная матрица. Дольявная уже будет. А пространственная выглядит таким вот образом. Видно, что Ганма-0 матрица Альмитра, а Ганма-Ветра матрица Альмитра. Но если Ганма-Матрица Альмитра 4х4, то сама функция Пси должна состоять тоже из 4х компонентов, которые естественным образом развиваются на два спинора. Все их есть. Про спиноры вы много чего знаете. Это уже из рамок квантовой механики, которую вы проходите. И что известно про спиноры. Если речь идет про поворот. И вот так. У нас есть рамок квантовой механики. Вокруг почти не поменял. На фунголом мега. что при этом двухкомпонентный спинор Фи преобразуется таким образом он превращается в спинор Фи штрих который под спинор Фи отличается линейным преобразованием это линейное преобразование задается матрицей другого софта И Сигма Н Омега пополам А если разложить экспоненту в ряд и учесть что Сигма Н в четной степени это единичная матрица Сигма Н в нечертной степени совпадает просто с Сигма Н то тогда все это сельется косинусу Омега пополам плюс И Сигма Н на Синус Омега пополам Ну и аналогичное преобразование будет здесь я сказал что есть два спинора Фи и Фи аналогичное преобразование будет Уфи Так Хорошо Теперь Что происходит с этими спинорами когда мы совершаем лорисовское преобразование ну наоборот наоборот переход от одной системы к другой да в которой совершается лорисовское преобразование или еще густо называют лорисовское преобразование идет вдоль направления скорости в этом случае например у вас имеется система x y z 1 и система штриховная x штрих 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 x в долю оси x или в долю оси y или в произвольном направлении в этом случае происходит поворот да но только как я уже говорил в плоскостях типа tx t y t z поворот на мнимый угол уже не омега а и омега и итог будет такой при этом фи переходит фи фи штрих который есть опять-таки линейная функция фи которая определяется матрицей литокосу это минус сигма n амега на фи на этот раз угол поворота определяется в требовании гиперболический тангенс этого параметра омега равняется на уровне скорости ну или в обычных единицах это будет реакцием ну опять-таки используя свойства этой матрицы это можно все переписать в виде космоса омега пополам минус сигма минус на гиперболический синус омега пополам то есть действительно вместо омега стоит и омега при этом обычный косинус переходит на гиперболический а то есть что это в самом матрице а все это нужно даму в матрице все это нужно даму если формально посмотреть на эти преобразования то мы обнаружим что различие их принципиально заключается в поведении соответствующих матриц при отражениях давайте рассмотрим по своим свойствам спин аналогичен обычному орбитальному моменту обычный контрмеханический даже классический момент это есть векторное произведение r на p так поэтому и r нормальный вектор при отражении вменяем знак и p тоже нормальный вектор при отражении он читает и меняет знак а m псевдовектор при отражении он знак не меняет к этому стивнисту относится и спин как внутренний момент импульса замечательно что такое ось m в этом случае обычно ось вращения есть тоже псевдовектор если это обычное распрощение если псевдовектор то при отражениях не меняется ни сигма ни n и n м м или n император в отражениях тоже целом не меняется совсем другая ситуация имеет место для буста для лорисовства преобразования сигма по-прежнему становится становится различным тогда остается вопрос еще дополнительно о том а как себя ведут сами спиноры при отражениях опять же это все проходилось да и при отражениях фи переходим к фи п которая равняется просто это на фи и вот чему может равняться это давайте попробуем сообразить в отличие от того что делалось до того в случае со скалярным полем здесь возникают новые хитрые возможности устроим двойное отражение да следующее после этого мы перейдем еще раз сделаем одно отражение мы перейдем это в квадрате на фи но что такое двойное отражение двойное отражение можно понимать как тождественную операцию то есть при двойном отражении мы полностью возвращаемся в исходную точку и ничего тогда нам ничего не остается сказать то что эта величина равняется единице и следовательно это п равняется плюс единиц а можно сказать что двойное отражение эквивалентно повороту на 360 градусов при повороте при повороте на 360 градусов вокруг любой оси все оси возвращаются в свое прежнее состояние хорошо и понятно было пока мы имели дело со скалярами или с векторами но что творится со спиннорами если я сделаю поворот на 180 на 360 градусов то что у меня останется здесь будет синус 180 это 0 а косинус 180 это минус 1 поэтому если понимать двойное отражение как операцию поворота на 360 градусов то фи переходит во что в минус фи тогда эта поличина должна равняться минус единицей и как следствие это ф может быть плюс минус вот возникает такая некая дополнительность в любом случае при заданном если я выбираю единицу есть возможность единица или минус единица если у меня есть и то есть плюс и и минус и ну иногда вводят такую терминологию когда выбирается плюс такая величина называется спинором а когда минус то псевдоспинором так вот чтобы уравнение дирака было и вариантом относительно преобразования отражения учитывая тот факт что вот это вот в адресе при отражении идет себя гнусно неправильно уравнение приходится в управлении вписывать две лечены фейхи еще одна из них это спинор а вторая это с так это все с то есть несколько один берется с одаком плюс то второй соответственно с одаком минус и вот после этого и возникает возможность в каблу что уравнение дирака не меняет своего вида в том числе и при отражении, при пространственном отражении. Это, так сказать, можно было сказать, прежде чем мы двинемся дальше. Ну хорошо, сейчас логично сделаем перерыв, а потом продолжим. Сейчас мы переходим, будем переходить к квантованию поля терапия. Для этого, помимо этих сведений, еще полезно добавить тот факт, что уравнение дирака, как я уже говорил, может быть переписано в форме, похоже на равенную щетку дирака. То есть и и, соответственно, дпси от х равняется hпси от х, где h может быть получена следующим образом. Смотрите, при p с ноликом будет стоять матрица гамма с ноликом. Если я домножу на гамма с ноликом, то мы получим гамма с ноликом в квадрате, что будет чисто единичная матрица. Остальные матрицы тоже будут домножены на гамма с ноликом. И тогда возникнуть h будет следующее видение. Это будет p, домноженное на матрицу гамма с ноликом на гамма векторной, которая любит обзывать буквы алика. Остальные матрицы будут домножены на гамма с ноликом, которые почему-то в этом случае любят называть буквой β. Итак, β это есть то же самое, что гамма с ноликом, а альфа вынесет таким образом 0, σ, 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 0. И получается, если я домножу матрицу гамма на матрицу гамма с ноликом, это на этот раз гамма, матрица антиробитовая, альфа, матрица рамитовая. Ну хорошо, идем к мантованию. Здесь есть элементы, которые повторяют то, что мы знаем из области комплексного скалярного поля. И есть новые элементы. Поэтому есть кусочек, который мы можем проскочить быстро. Есть кусочек, который мы должны будем во всех деталях посмотреть. Быстро это стремится к следующему. Когда мы выписываем уравнение клейна Фока-Гордона для действительно скалярного поля, то в качестве решения двух мы получили плоский волк высокого типа. е в степени минус и b на x на корень из двух εb на y. Это решение соответствует чему? Одной частицы во всем объеме. С четырех импульсом b. И было второе решение. Независимо от первого. Извините, я за ровно так, да? Оно тоже соответствует одной частице во всем объеме. Приложение оператора по этим функциям, нормированным на одну частицу от общего объема, мы получали в качестве коэффициента разложения оператора рождения частицы и античастицы. Поскольку дерковская функция тоже комплексная, то все это должно сохраниться. То есть, когда мы начнем селить на этот раз, разлагать по этим самым, а что-то тут у меня, по этим самым плоским волкам, то мы должны будем получить в качестве коэффициентов оператора уничтожения частицы и рождения античастицы. В этом случае один из них называется электронами частицы, а античастицы позитронами. Но, что хочется дальше подчеркнуть? В чем будет принципиальное отличие комплексного скалярного поля от комплексного спинограммого поля? Комплексное скалярное поля было бы на компонентной функции, это было 2 независимых плоских волны. С другой стороны, поле герарка, как вы помните, я вот, где это я тут выписывал, есть совокупность двух стенограмм, точнее спинора и псевдоспинора. Его еще называют биспинор-тирака. Это четырехкомпонентная величина. И потому мы должны иметь не две плоские волны, да, а вообще говоря, четыре плоских волны. Чем они отличаются? Каждая из плоских полн будет отвечать соответствующей энергии и импульсу, но кроме того, возникает еще и спин. Описание спина будет происходить с помощью как раз биспиноров-тирака. То есть помимо такого вот скалявного выражения для плоской волны, здесь войдет биспинор, который тоже будет состоять из двух спинограмм. Он будет зависеть от импульса ФР и от поляризации. В качестве состояния можно брать либо состояние электрона в его системе покоя со спином доля Си-Зет и противо Си-Зет, где Ось-Зет нами произвольно выбрана. Или это могут быть спиральности, то есть проекции спина электрона на направление движения. Здесь будет своя соответствующая коэффициентная функция, которую будет называть OY. Это описание частицы с данным импульсом и данным спином. Это описание античастицы с данным импульсом и данным спином. Все, что теперь как усложнится в нашей жизни. Каждая плоская волна будет умножаться на соответствующие коэффициенты и будет производиться суммирование по всем возможным спиральностям. Оператор рождения частицы будет классифицироваться не только импульсом, но и соответствующим спином состоянием. Итого будет вообще говоря четыре коэффициент в качестве придал нам P. A от P при σ, скажем, плюс 1, 2 и A от P при σ минус 1, 2 то же самое и для P. В качестве сопряженной величины мы могли бы взять просто то же самое только здесь будет стоять соответственно P от P σ сопряженная, ну а здесь соответственно P от P σ сопряженная. Сумирование происходит по σ операторы рождения и уничтожения будут нести этот знак. Вот все, что при этом возникнет. Единственное дополнительное отличие связано еще вот с чем. Что в качестве величины которая обеспечивает хорошее кавариантное свойство выступает вектор например гамма-мю вычисленный по величинам ни и ни до множенной на гамма-мю вот такая вот величина ведет себя как четыре века. С этой точки зрения удобно всегда употреблять не уз крестом а величину уз крестом домноженную на гамма-мю на гамма-мю обзовем одно величину герберски сопряженной ну и соответственно сама фонуция пси-х с крестом намного уже наверное на основе там с лево обзывается пси-герберски сопряженной поэтому в качестве двух разных четырехкомпонентных величин употребляется не все пси-с крестом а все и все дедовские сопряженные то есть все это домножается на гамм-мю с ноликом и превращаются вот в такие вот величины величины У и В и У дедовские сопряженные и В дедовские сопряженные определенным уравнением все детали вы можете прочитать вот в конспекте лекции есть приложение да как раз приложение связанное со свойствами где подробно рассказывается про свойства это можно прочитать соответственно приложение которое называется C и F C, D, F там довольно подробно а главное в той нормировке которая нас интересует рассказано про свойства вот этих плоских плов они обладают обычными свойствами они определенным образом нагнированы определенным образом взаимоотогональны сейчас эти свойства мы попробуем вспомнить для начала же давайте то есть эта вещь как я уже мы сделали довольно быстро а вот следующий этап будет совершенно нетривиальный попробуем его рассмотреть более подробно так мы переходили к процедуре плантования даже к выбору вот этого подробно подробно что мы организуем нергию которая будет плотность нергией на т3R по всему объему и потребуем и потребуем чтобы эта личина когда она превратится в оператор выбирала как сумма операторов числа частиц плюс с коэффициентом и плюс сумма операторов античастиц с тем же самым коэффициентом то есть чтобы из А и А крест из Б и А крест составлялись операторы рождения и уничтожения а из них уже это будет оператора числа частиц оператора числа античастиц точно таким же образом выражается через Б у нас осциллятора много поэтому каждый осциллятор был осциллятор характеризующийся своим импульсом что должно измениться в нашем случае у нас дополнительно еще возникнет осциллятор не только с разным импульсом но и с разной поляризацией да так давайте будем это отслеживать итак попробуем сделать такую вещь а это будет уже оператор герметона для всего поля как же его построить оператор герметона нужно взять среднее значение энергии для данного поля поляризма уровня герметона показывает вот что если я возьму функцию ПСИ продифференцирую ее по времени то я получу энергию одной частицы а если я умножу накрещенную величину то это как раз и будет энергия одной частицы домноженная на число частиц все это нужно поинтегрировать в патентре терм по всему ангелу это было в классической теории классической грандой механики при переходе в теории поля все превращается в оператор и мы таким образом должны будем исследовать такую вот величину все это напоминает обычное выражение если есть ПСИ НД то НО есть энергия этого состояния в качестве H выбрали равный ему оператор в качестве H выбрали в качестве H производные полки давайте будем делать это на этот раз нам придется быть очень спорпулиозным в качестве у нас будет две функции а потому возникли две суммы так чтобы нам удобнее было разбираться давайте сюда вставим единицу точнее единичную матрису которую я могу представить как произведение гамостоликом на гамостоликом это чистая единица и тогда у нас получится гамостоликом на гамостоликом это ничтое норик как пси державски сограженное и останется выражение гамостоликом на гамостоликом на гамостоликом вот такую штуку мы должны поинтегрировать есть явное выражение возникнет сумма если я для пси возьму сумму по П и по сигма то для пси сопряженного я должен убрать сумму по каким-то другим индексам да так что у нас возникнет двойная сумма по П сигма по П и сигма штык замечательно будет интеграл мы начнем с этой суммы эта сумма будет совершенно спокойной и с наполнением два ε даже три так и будет переходить все то что написано здесь я просто должен буду это честно переписать это будет у с крестом от П стрих сигма штрих на е степени и П штрих икс на а от П штрих с крестом штрих штрих и крест подождите я же пишу что ну так правильно я пишу Первый осонножитель Пси, или Пси сопряжённая. В с крестом. Дальше входит экспонента с другим знаком. И на В без креста. Так. Это всё честно и просто. Дальше нужно будет поставить гамма с номером. Дальше я буду взять вторую сумму. Эту вторую сумму продифференцировать по Идсноликам. Придифференцировать от этой величины, по Идсноликам выскочит минус И, Эпсилон от П. С учётом этого И, в итоге выскочит просто Эпсилон от П. И первое слагаемое так и останется. Уже не крещённое. А второе слагаемое имеет в экспоненте другой знак. Поэтому, если я вынесу Эпсилон, то там был бы знак минус. Эпсилон от Пси. Это вещь принципиально важная, поэтому вы найдёте его. Обращайте внимание. Замечательно. Да. И ещё будет множитель 2 Эпсилон Пс на П. Что в итоге получится? Ну, прежде всего вспомним, как происходит интегрирование между ДР. И если я беру Е в степени ИПс на Р, ну, скажем так, вот это страдание. Вот смотрите. Здесь Пс будет с ознаком минус. И до умножаю его на вот этот множитель, здесь П будет с ознаком минус. Если П равняется П штриху, то под знаком интеграла стоит единица, и интеграл даст В. Просто объём. Если П штрих от П отличается, то получается он умный. Поэтому здесь будет всему крайнее. Это означает, что вместо двойной суммы, когда я буду рассматривать произведение этого на это, у меня возникнет однократная сумма. Как же она будет выглядеть? Она будет выглядеть так. У-у-у. Да, во-первых, выскочит общая множитель εb и общая множитель правый объем, который я вообще вынесу за скобку. А дальше εb, умноженное на что? На А с крестом, на bs, поскольку b4 равняется b, а еще, прошу прощения, по σ и σ у нас продолжается неизвестная величина, как А с крестом на А, на просто А, от того же b, но другого σ. И будем ходить такой множитель. u от p7 h3 равна с кроликом на u от p7. Вроде бы я все честно переписал, да? Так. Теперь возьмем другую фазу, связанную с b. Вот эту эспоненту и вот эту эспоненту. Здесь тоже знаки различаются, только что ответ будет точно такой же, но вот что принципиально важно для всего дальнейшего, знак теперь будет совсем-совсем другой. И это будет вопрос, над которым мы должны будем заниматься. А так все остальное в часы переписывать. Да. Тот же самый ε от p войдет, войдет b без креста, от того же b, ну а синий штрих, на А крестом, от того же b, ну а синий штрих, на А крестом, будет b, ну а синий штрих, на А крестом, на А крестом, на А крестом, так. Будут, конечно, еще перекрестные слагаемые, но я на них даже не буду обращать внимания, потому что вы помните, что они дают неисчезающую зависимость от времени, поэтому должны друг друга сократить. Посмотрим вот на то, что получили. Плюс то, что на самом деле должно превратиться в 0. Вот по поводу этой вот, этого слагаемого, значит, при решении уравнения теракта доказывается, что это величины взаимоподогональные, если сигмы различаются. А вот в качестве коэффициента, если сигма одинаковые, ходит величина 2,5 километра. Я сейчас проверю все коэффициентики. Да, все так и есть. И абсолютно то же самое. Будет на них место, и дай, но вы можете взять. Согласно, что с сигмой, если сигма одинаковая, то есть сигма одинаковая, то есть сигма одинаковая. После чего я эту штуку рядом могу сократить. Теперь еще вспомню, что у нас был вот такой вот ножик. Где-то было, а я его не записал. 3d равным по 4 превратится в единице на 2. И тогда все лишнее многополучно сократится. Но то, что останется, будет выглядеть некоторым криминалом с точки зрения того, что мы имели до сих пор. В самом деле, что у нас здесь получается? Как кажется, бетона. Эпсалон в бе. Но в первую величину, которую я честно могу назвать оператором. Показание. Прождение. Частицы с минусом P и спиральность поляризации сигнала. так, это все хорошо и правильно, но что такое второе слагаемое? второе слагаемое, все неправильно если бы мы провозгласили, что мы будем пользоваться правилами такими же, как до сих пор то есть клантование сводилось бы к тому, что мы ввели так же клантование для частиц и для нечастиц коммутант B на B крест равняется единиц если бы мы так сделали, что бы у нас получилось? у нас получена конъектора невеличная величина, посмотрите а здесь я могу написать B на B крест минус B крест на B равняется единице значит, вот это вот произведение я могу написать как единица плюс Батарест и Куэ ну, с инвестор правилами и вот это был бы криминал потому что я... после этого я вынужден буду называть это же величным аберратором числа античастиц обходит он в сумму да, обходит он в сумму с ознаком минус и что это будет за система в которой нет нижнего состояния потому что нежели я увеличиваю число античастиц то и негде становится все ниже и ниже и ниже и предела этому нету так что клантовать это поле так, как мы делали до сих пор вообще преступно в том смысле, что мы получим бессмысленные ответы значит, буду искать другой вариант другой вариант давайте мы будем контролировать оперные тирамы то есть возьмем антикоммутаторы это величина равняется единице тогда все будет красиво и хорошо здесь возникнется на минус здесь у нас добавляется эсалон п на вот эту величину б то есть сигма то есть сигма то есть сигма это будет число античастиц раз и все будет чудесно так что все будет чудесно мы вынуждены будем признать что в этом случае для поля со спином 1,2 правильная будет статистика фермидерака хорошо ну ладно на этом мы закончим нам осталось для полного счастья рассмотреть еще и другие величины которые здесь есть физически импульс с ним тоже при применении этого правила будет все хорошо и наконец заряд но и об этом мы можем поговорить после для него тоже в результате такого действия заряд будет выглядеть как величина где частицы вносят положительный в план а античастицы отрицательные до свидания вы и на в Продолжение следует...